Привет, дорогие друзья! Вы смотрите Super Easy Russian. Меня зовут Катя, и мы продолжаем нашу серию про русские падежи. В прошлом видео, можете посмотреть его по ссылке, я рассказывала про творительный падеж. Сегодня мы поговорим про родительный падеж. Я покажу вам 10 ситуаций, где нужно использовать родительный падеж. Если вы готовы, давайте разбираться! Откуда вы? Я из России. Когда мы используем предлог из и говорим, откуда мы приехали, мы используем родительный падеж. Из России. Из Китая. Из Америки. Интересно, откуда этот чай? Этот чай из Австрии. Эти каштаны из леса. Еще один предлог, который показывает, что вы возвращаетесь откуда-то, это предлог С. Его используют, когда вы возвращаетесь с мероприятия. Например, я пришла с концерта. Я вернулась с учебы. Когда вы приходите с работы? Вторая, очень важная ситуация, мы часто используем это в жизни, мы показываем принадлежность. И для этого в русском языке мы также используем родительный падеж. По-английски мы используем для этого предлог ОФ или С с апострофом. Например, книга мамы. The book of my mom. Эта принадлежность может быть буквальная, когда вы прямо владеете объектом. Например, это телефон Кати. Это мой телефон. Я им владею. Это машина нашего соседа. Вся подробная информация о родительном падеже, таблице с окончаниями и упражнении вы найдете по ссылке на нашей странице на Patreon. За минимальную подписку вы получаете текст этого видео на русском и с переводом на английский, словарь новых слов из эпизода, сет в Квизлет, где вы можете тренировать эти слова пятью разными способами и рабочий лист с упражнениями. Подписывайтесь и приятных вам занятий! Но также это может быть не прямое владение, а просто показывает отношения. Например, вы работаете в компании, вы сотрудник компании. Компания вами не владеет, но вы относитесь к этой компании, потому что там работаете. Ришард написал книгу. Это его книга. Это книга Ришарда. Четвертая ситуация. Когда мы показываем часть целого. Например, стакан молока. Чашка чая. Кусок торта. Долька лимона. Это долька помидора. Это хлеб. Это кусок хлеба. Еще одна очень важная конструкция, где нам нужен родительный падеж, это конструкция I have something. По-русски мы говорим у меня есть. Меня это местоимение, личное местоимение, я в родительном падеже. Поэтому, чтобы сказать you have something, he has something, нужно использовать эти местоимения ты, он в родительном падеже. Давайте посмотрим на всю парадигму. У меня. У тебя. У него. У нее. У нас. У вас. У них. И, конечно, вместо личного местоимения вы можете использовать имя или любое существительное в родительном падеже. Ситуация номер 6. Мы используем родительный падеж после слова нет. То есть, когда мы говорим у меня нет чего-то или здесь нет чего-то. У Марины нет велосипеда. У нашего соседа нет собаки. У президента компании нет времени. У Волан-де-Морта нет друзей. Так здорово! Сегодня нет дождя, нет ветра. Погода просто отличная. Важно помнить, что это правило работает не только в настоящем времени, но и в прошедшем времени и в будущем времени. У меня нет машины. У меня не было машины. У меня не будет машины. Или будет. Кто знает. Таким образом, в предложении у меня нет машины мы используем родительный падеж два раза. У меня нет машины. Седьмая ситуация. Мы используем родительный падеж в конструкции назначения. По-английски часто даже не используют предлог в этой ситуации, но по-русски мы говорим для. Одежда для дома. Обувь для спорта. Гель для душа. Мыло для рук. Крем для лица. Крем. Еще один крем. Для кожи вокруг глаз. Обувь для дома. Ситуация номер восемь. Мы уже говорили про предлог из. И вот еще одна конструкция, где нам нужен этот предлог и родительный падеж, чтобы показать, что предмет состоит из какого-то материала. Перила балкона из металла. Дом из кирпича. Коробка из картона. Ситуация номер девять. Давайте посчитаем. Заметили? Родительный падеж единственного числа. 22 телефона, 54 телефона, 163 телефона. Любое число, которое оканчивается на 2, 3, 4, будет использоваться с родительным падежом. Один апельсин. Два апельсина. Два апельсина. Три апельсина. Четыре апельсина. Четыре апельсина. Одна гитара. Две гитары. Одно растение. Два растения. Три растения. Четыре растения. И десятая ситуация. Это предлоги, которые требуют после себя родительного падежа. Мы уже назвали некоторые из этих предлогов. Помните? Предлог из, с, для и еще некоторые другие. Без. Мне фанту, пожалуйста. Спасибо. Без сахара? Да, без сахара. От. Это лекарство от температуры и от боли. До. До завтрака я выпиваю стакан воды. После. После работы мы пойдем на прогулку. Кроме. Да, я могу в любой день, кроме пятницы и понедельника. Как здорово, что вы досмотрели это видео до конца. Надеемся, что вам понравился этот выпуск. Если да, ставьте лайк. И обязательно пишите в комментариях, какие еще темы вы хотели бы видеть в наших выпусках. И было ли полезно это видео. Нам правда очень важно знать, получать обратную связь от вас. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про колокольчик. Он поможет вам получать вовремя уведомления о новых наших выпусках. И всегда быть в тонусе. Всегда изучать регулярно русский язык. Также подписывайтесь на наш инстаграм. И до встречи в следующих выпусках. Пока-пока. Увидимся скоро. Субтитры сделал DimaTorzok